Бывший чиновник КГГА еще при Викторе Януковиче и владелец скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш принял решение покинуть Украину и перебраться до лучших времен в Хорватию. Поездку в страну гор и моря Ваврыш оформил буквально за день. Накануне Ваврышу стало известно, что правоохранительные органы получили достоверную информацию о том, что Ваврыш и его бизнес-партнер Вадим Столлар финансировали пленочные разоблачения народного депутата Геолероса. Полученные средства Геолерос уже конвертировал в новенькие эксклюзивные автомобили, сообщает телеграм-канал Shadow Anonymous, а также телеграм-канал One News Украина. Информация о причастности Ваврыша к шантажу пленками появилась у правоохранителей уже давно, но до сих пор проходила многоступенчатую проверку. Сейчас однозначно стало известно, что заказчиком пленок Геолероса являлся Ваврыш. По данным источников в СБУ, операция по обнародованию пленок проходила под руководством заместителя начальника столичного главка СБУ Александра Белоуса, человека Ваврыша и Богдана. Андрей Ваврыш является звеном коррупционной цепочки, которую выстраивает многолетний смотрящий по Киеву Вадим Столлар. Формально Вадим Столлар является владельцем компании «Укржилбуд», но фактически в течение 2015-2019 годов возглавлял Теневой центр принятия решений городских властей Киева. С уходом президента Порошенко влияние Столлара упало. Сейчас Столлар объединил усилия с Андреем Ваврышем. В группу Столлара причисляют партнеров Ваврыша по бизнесу. Это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, владелец Одесской киностудии Александр Ткаченко. Поддержку Ваврышу Столлару предоставляет близкий к олигарху Коломойского народный депутат Александр Дубинский. Не исключено, что именно Дубинский станет основным кандидатом от группы Ваврыша Столлара на предстоящих мэрских выборах вместо Александра Ткаченко. После побега Ваврыша можно ожидать также исчезновения в одной из стран Евросоюза Геолероса, который за счет скандальных пленок Ваврыша заработал более 1 миллиона долларов. Об этом пишет телеграм-канал Shadow Anonymous. Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский еще в мае заявил, что в деле так называемых пленок Ермака нет состава преступления и он знает, кто стоит за этими записями. «Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака, председатель офиса президента. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, но как бы там следствие не закончилось, у меня есть полный ответ». Зеленский отметил, что в этой плоскости частично есть ответ, потому что он некоторых людей увольняет. Президент называет записи Ермака пустыми, потому что никто никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео. Ни по одному человеку, которого якобы должны были продвинуть на должность, назначений не было. Не пустым является то, для чего это сделали. Мы понимаем, кто имеет такую технику для прослушивания. Государство имеет технику. Все это не пустое, это серьезные вещи. Придет время, и общество об этом обязательно узнает. И очень интересно, проследите, кто выкладывал, откуда оно шло, кто первый опубликовал в Фейсбук, в Телеграм-каналах, и вы поймете, кто соучастник. Как писал Конан Дойль, немного дедукции подключите, и все будет нормально. А пока следствие идет, я об этих грязных вещах больше говорить не буду. Напомним, в середине июня сотрудники ГБР обыскали офис компании Saga Development, которая занимается строительством в Киеве. Компания Saga Development принадлежит Ваврушу. Об этом сам Вавруш сообщил в Фейсбук. «Мои работники поймали кучу инвест-нянь от ГБР, пришедших поздравить с новым офисом, провели им экскурсию, показали предприятие без бумажных документов, полностью диджитализированное. Они были поражены», – написал он. Согласно фотодокумента, который опубликовал Вавруш, ГБР проводит досудебное следствие, в ходе которого проверяет законность строительства на земельных участках Киева, строить на которых запрещено или разрешено с техническими ограничениями. В перечне проверяемых объектов есть не только проекты Saga, но и других застройщиков, например, Perfect Group. В октябре 2019-го журналисты выпустили расследование, в котором утверждалось, что Вавруш вместе с близким к экс-главе офиса президента Андрею Богдана Кириллом Сурским незаконно застраивают земли Министерства внутренних дел. Вавруш отрицает, что имеет общий бизнес с Богданом. «Мы только друзья», – настаивает он. В 2010-2015 годах Вавруш работал замначальника Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальником службы градостроительного кадастра. Обе эти структуры называют источниками коррупции в строительстве. В октябре 2019-го в одном из интервью Вавруш признал, что столичные власти создают условия для взяточничества в сфере строительства. В грузинском парламенте жестко отреагировали на заявление украинского чиновника Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей и пообещали спросить за это заявление с Украины. Об этом сообщают грузинские СМИ. Второй президент Грузии, глава исполкома по вопросам реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили поставил под вопрос легитимность грузинских властей, чем вызвал гневную реакцию Тбилиси. «Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность, существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация», — сказал Саакашвили. Председатель комитета грузинского парламента по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили в ответ заявил о том, что Саакашвили сделал очередное пропагандистское заявление и якобы является преступником, который объявлен в розыск грузинскими властями. По его словам, за такое заявление бывшего грузинского главы государства будет отвечать Киев, так как Саакашвили, являясь украинским чиновником, осуществил вмешательство во внутриполитические дела Грузии и сделал опрометчивое высказывание в адрес грузинских властей. За это спросится с Украины, поскольку украинский публичный служащий вмешивается во внутриполитические вопросы Грузии и, в частности, тяжело слышать, что при публичной служащей Украины называет правительство Грузии нелегитимным. Разумеется, государство отреагирует на это, подчеркнул Сесиашвили. Сам Саакашвили ранее заявлял, что он не будет спокойно реагировать на ситуацию, которая происходит в Грузии, и призвал к объединению грузинской оппозиции перед выборами. В Грузии сегодня нет никакого правительства, так как в стране реально воцарились беспредельщики и установили беззаконие, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем очередном обращении к населению, размещенном в соцсети Facebook. По его словам, Бедзина Иванишвили вернул Грузию в 90-е годы прошлого века, когда в стране бесчинствовали криминалы, так же, как его сын Бера Иванишвили вместе с ворами в законе создал криминальную группировку, убивающую молодых людей, а брат и бизнес-партнеры Иванишвили создали еще одну группировку, которая терроризирует бизнесменов и политических оппонентов. Говорят господин премьер Гахария, господин Иванишвили, я считаю, что у Грузии вообще нет правительства, оно нелегитимно, я не признаю его законности в той ситуации, которая сложилась в Грузии. Это незаконная ситуация. Впервые после обретения независимости американский конгресс наложил санкции на Грузию, как на страну. А ведь мы всегда были главным получателями американской помощи, заявил Саакашвили и подчеркнул, что так будет продолжаться до тех пор, пока Грузии правит Иванишвили. Мириться с такой ситуацией экс-президент не собирается и намерен вести решающую борьбу за победу на выборах, которой он обещает положить конец нынешней нелегитимной власти. «Моя борьба будет очень решающей и нравится кому-то это или нет, я буду на передовой линии и обещаю, что вместе с вами буду бороться на выборах в октябре за поражение Иванишвили и спасение Грузии», — заявил Саакашвили. По его информации, мобилизация к такой борьбе уже идет, в нее вовлекаются очень многие бизнесмены, молодежь, люди разных возрастов и профессий, и все вместе они обязательно победят. Грузинский политолог и публицист Арно Хидербегишвили считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с целью вернуться в грузинскую политику провоцирует своими высказываниями действующей власти Грузии на необдуманные шаги. Саакашвили ничего не остается, и последний для него выход любыми способами скомпрометировать, спровоцировать грузинскую власть на какие-то необдуманные шаги, чтобы под этот шумок прорваться и вернуться в Грузию во время выборов, если правящая партия не будет иметь большинства. «Все, чтобы и восстановить свое гражданство, и вернуться в грузинскую политику», — заявил Хидербегишвили в интервью грузинским СМИ. Политолог считает, что ставить под вопрос многовековую дружбу между Грузией и Украиной из-за Саакашвили было бы неосмотрительным шагом со стороны грузинского руководства. Хидербегишвили уверен, что ни разрыва дипломатических отношений между странами, ни военных действий по причине Саакашвили не произойдет. Тем не менее, государственные отношения никто не отменял. Саакашвили находится на официальной должности в Украине, и чтобы не говорили дипломатические представители Украины в Грузии, Саакашвили занимает государственную должность, поэтому отзыв посла — это только первый звоночек. Наверняка там будут и другие осложнения, — отметил политолог. Также, по мнению экспертов, внесенные изменения в Конституцию Грузии могут стать трамплином для возвращения Михаила Саакашвили на арену грузинской парламентской политики. Надо признать, что до такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. «Все сплелось в один узел», — заявил Александр Лукашенко 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ. Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко отметил, что уже насчитал порядка пяти пандемий. Это не только непосредственно медицинская, но и, например, углеводородная в конце прошлого, начале этого года, пандемия экономическая и ее последствия инфопандемия. Все это переплелось и наложилось в том числе на политические события в Беларуси, — сказал он. Глава государства высказался в пользу развития страны на базе того, что уже достигнуто и против радикальных реформ. «Мы в середине 90-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 94-й год, что весьма странно, и взять ту конституцию, которая была», — сказал он. «Вот чего ни в коем случае делать нельзя, это возвращаться в середину 90-х и брать ту конституцию, от которой мы ушли. Конституция — это основной свод, это документ, который дает направление развития тому или иному государству. Поэтому, если мы говорим о реформах, переменах, то это надо писать прежде всего в конституции и развивать в законах». В качестве примера Лукашенко привел предложение тех, кто выступает за рыночные реформы. Значительное сокращение на некоторых предприятиях численности работников, которые якобы смогут стать резервом для айтишников. «Я это прочитал накануне посещения Минского тракторного завода. Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю, боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигатели, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу, и он станет резервом для айтишников», — сказал глава государства. «Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с Майдана, мы перечеркнем всю свою историю. И толерантность наша, и прямокурсность все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую Конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажите, какие нужны вам изменения», — заявил белорусский руководитель. Рассуждая на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. «Только надо на этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел», — заметил Лукашенко. «Мы от этого ушли, поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все, только не потерять суверенитет и независимость, поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от Майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого Майдана не было», — подытожил он. Представители каких именно крупнейших СМИ присутствовали на встрече, пресс-службе Лукашенко не сообщает. Были ли среди них представители каких-либо негосударственных масс-медиа, неизвестно. Корреспондентов «Белла Пан», «Тут Бай», «Онлайнер», «Радио Свобода», «Комсомольской правды» на встречу с главой государства не приглашали. Инициатива Виктора Бабарику о проведении референдума о возврате Конституции 1994 года вызвала массу обсуждений в обществе, многие готовы ее поддержать. Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов отметил, что возвращение Конституции 1994 года на правовой пьедестал дает множество преимуществ для развития страны и назвал 10 ключевых положительных моментов. Во-первых, обеспечивается преемственность конституционного развития и признается незаконность действий, связанных с посягательством на основы конституционного строя. Во-вторых, появляется возможность сформировать легитимные органы власти, в том числе однопалатный парламент, Верховный совет Республики Беларусь, относительно самостоятельное правительство, Кабинет министров, относительно независимые высшие суды, Конституционный, Верховный и Высший хозяйственный суд и прочее. В-третьих, создаются предпосылки для проведения свободных и честных выборов в парламент и местные представительства. В-четвертых, будет восстановлено прежнее законодательство и будут отменены правовые акты, изданные органами власти после референдума 1996 года. В-пятых, новый парламент может внести в установленном порядке изменения и дополнения в Конституцию, изменить избирательное законодательство, учредить должность уполномоченного по правам человека. В-шестых, при необходимости можно провести референдум, на котором выявить мнение народа по назревшим вопросам государственной жизни, в том числе определить приоритеты внутренней и внешней политики страны. В-седьмых, можно осуществить реформы во всех сферах жизни, начиная с экономики и кончая культурой. Появится много новых законов и государственных программ. В-восьмых, будет проведена ротация кадров, возможно, пройдут суды над лицами, совершившими преступления в период диктатуры, будут пересмотрены многие уголовные дела и дела об административных правонарушениях. В-девятых, изменятся приоритеты во внешней политике страны, возможно, будет поставлен вопрос о пересмотре ранее заключенных международных договоров. Беларусь станет членом Совета Европы, сохраняя свой нейтральный статус. В-десятых, можно отменить должность президента, возложив его функции на председателя парламента. Главной фигурой в стране станет премьер-министр или же канцлер. Тем самым, по мнению эксперта, возврат Конституции 1994 года будет не шагом назад, а основой для перехода к законности, демократии, справедливости и торжеству прав человека. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.